Всем привет! Я в маске, все потому что приехала напрямую к своему гинекологу. У меня уже 30-я неделя, осталось всего 10 недель. И я в встрече с малышом. Я в предвкушении, немного волнительная, но это не первая беременность, не первые роды. Так что я ко всему готова. Продолжение следует... Я сегодня с утра не успела позавтракать. Малыш сходит с ума, он пинается, напрягается. Нужно поскорее что-нибудь поесть, чтобы он успокоился. Мне сегодня сделали прививку от гриппа в левое плечо. Сказали, что сегодня нельзя принимать душ и особо не напрягать руку. Также сказали, что малыш перевернулся. Теперь голова находится здесь, попа здесь и ножки здесь. Но до родов еще 2 месяца, так что он, скорее всего, перевернется. А если нет, мне нужно будет делать операцию. Я этого крайне не хочу. Хочу родить сама, естественным пусем. Так что буду заниматься йогой. Надеюсь, что малыш к родам перевернется. Прийти мне сказали через месяц. Сейчас я уже на парковке. Сегодня было не так уж много людей. Все быстро прям прошло. И не нужно было долго ждать. Ну, а сейчас я приехала в больницу уже с детками. Сына, нормально нажми. Ты уже 113 сантиметров. 2600. Эль, а ты еще маленький для этого. Эль, давай-давай-давай-давай. Тебе нужно на такую. Да, на детскую. Да. На детскую. Д mus zone. Тебе немного овощи. Друзья, клядь. Тебе немного овощи. Работа в них. Тебе надо прыгать на детскую. Тебе надо купить. Тебе надо купить. Ему можно купить. До сих пор. Общаюсь. Тебе надо купить. Добавил субтитры. Дети пришли на поправку, дали добро ходить в садик, но Кириллу еще пару дней нужно будет копить лекарства. Поэтому мы пришли в аптеку. Сейчас я со своими мальчишками еду в торговый центр. Нужно купить им летнюю обувь. Да, мальчишки? Не любит Кирилл ходить по магазинам, но нужно. Без него я, к сожалению, обувь купить не смогу. Так что надо, сынок, надо. Ельки тоже купим, да, сына? Что-что, в Корее я не люблю подземные парковки. Во-первых, они очень глубокие. И, во-вторых, очень узкий проезд. Вот реально, я на своем маленьком автомобиле, у меня Chevrolet Spark, еле как проезжаю, а вот если ехать на какой-нибудь большой машине, как вообще втиснуться? Не понимаю. Еще голова кружится когда-то вот так вот по кругу. Едешь, едешь, едешь. Я доехала до минус третьего этажа. Всего в этом торговом центре минус шесть этажей. Вот представляете, какие глубокие эти парковки. Ну, вот если вы живете в Апатах, удобно в плане того, что машина всегда в сухости и как бы под дождь, под снег не попадает. Это очень удобно. Нам сюда сына. Нам нужен одел с детской обувью. Это для взрослых. Нам нужна детская обувь. Купить вам сандали. О, там вижу детский одел. Да. Только вам нужны не резиновые. Резиновые у тебя точно такие же есть цены, точно такие же. Только у тебя не Агис, а Микки Маус. Нужно не резиновые купить. Сланцы. Ой, не сланцы. Сандали. Так, здесь кроссовки. Здесь все резиновые. Да, Сана. Что ты нашел? Не, нам нужны не это. Нам нужны сланцы. Ой, сланцы. Сандали. Открытая обувь, открытая на лето. Нашла такие вот сланцы, сандали. Но они все с резиновой подошвой. Нам такой не подходит. Ну, вот это вот тоже кроссовединовая. Хочется, чтобы было кожаная, либо хотя бы, не знаю, тряпичная. Ничего нету. Обувь мы, к сожалению, не купили. Все было с резиновой подошвой. И вот здесь вот, также на этом этаже есть Олив Янг. Мы сюда зашли, чтобы купить крем Елеон. У него атопический дерматит, ему нужен особый уход. Мне посоветовала подруга вот такой вот крем от Биодермы. Сейчас здесь идет акция. Можно купить 500 миллилитров плюс 200 за 28 тысяч вон. А так, обычная стоимость одного крема 42 тысячи. Раньше мы пользовались физиогель. Это тоже хороший крем. У нас вот такой вот был. Мы его использовали полностью. И хотим попробовать что-то другое. Сына, ты кому уже пристала? Девочки красивые, да, сына? Себе я хочу взять чербет от Банила Ко. У них линия вышла с Барби. Получается, сам чербет и подарок идет. Стоит 18 тысяч вон. В принципе, все, что нужно было купить. Взяли. Хотя нет, это еще не все. Я нашла вот такие вот блески для губ, которые проявляются во цвет на губах. Я попробовала только что этот пробник. Вот что получилось. Ну и, конечно, я беру этот блеск. Мне нужно поскорять за доходить. Иначе я потрачу тут все деньги. Нельзя мне заходить в такие магазины. А здесь краска для волос. И на красках всегда в основном корейские актрисы или же певицы в виде моделей. При этом их фотошопят так, что одно лицо можно использовать под разные цвета волос. Красок много. А вот девочки из BLACKPINK. Мы приехали в другой торговый центр. Надеюсь, здесь мы купим наконец-таки обувь, потому что еще ходим в другой центр. У меня просто не хватит сил ехать. Сын, а лифт приехал. Идем. Нам нужно на минус первый этаж. Как думаешь, мы здесь купим обувь? Найдем? Как думаешь, мы купим обувь? Мам? Не знаю. Не знаешь? Ну вот я тоже не знаю. Надеюсь, что найдем. Опять та же картина. Везде резиновая пятка. Здесь тоже. Все из резины. Вот абсолютно все. И вот единственное, что я нашла, это вот такие сандалии. Здесь получается резиновая подошва. А вот этот слой пятка, получается, здесь не кожаная, но и не из резины. У Кирилла размер есть, а вот Елькиного размера нет. Начинается со 150 до 200. У Кирилла. У Кирюшки сейчас 190 размер. А, не надо, не надо, смея. А на Ельку нет размеров. На Ельку все резиновое. Мы здесь в прошлый раз, кстати, покупали обувь Кириллу, а после ходили в игровую, там, которая находится. В прошлый раз мы покупали вот этой вот фирмы, кроссовки. Вот эти вот. Как тебе? Нормально? Да. Точно? Да. Нигде не жмет? Да. Этот цвет нравится? Да. Максима? Да. Хорошо, идти берем, да? Так, малышу, мне кажется, тоже нашли обувь. Она тряпичная, подошва тоже тряпичная, но как бы это лучше, чем резина. Вот так выглядит. Сказали, что это лен. А, иконы? Иконы. А, иконы. Мы, наконец-то, дома, дети накормлены, искупаны и уложены. Теперь у меня есть время для самой себя, и вы не поверите, что было в торговом центре под конец шоппинга. Иэль, он уже был сонный, к тому же голодный, устроил истерику, не хотел он сидеть ни в коляске, не хотел быть у меня на руках. В общем, это было что-то с чем-то. С Кириллом мы тоже начали спорить, я говорю, давай купим белые босоножки. Он говорит, нет, я хочу коричневые, я говорю, коричневые не ко всей твоей одежде подойдут, а вот белые, это универсальный цвет, они ко всему подойдут. Он, естественно, ребенок, этого не понимает. Вот так я ему сказала, давай в этот раз сделаем, по-моему, а в следующий раз ты сам будешь выбирать, что ты хочешь. Я ничего не скажу, ни слова. И он согласился, правда, был недовольный, плюс он хотел на детскую площадку пойти, в детскую игровую, которая там находилась. Но я сказала, давай поедем домой, поедем в игровую на выходных. Он согласился с горем пополам. Мы поехали домой. Елька в машине уснул, поспал немножко. Ну, ехать там всего лишь сколько? Минут 20 до дома было из торгового центра. Мы приехали домой. Ель проснулся, пока я его заносила. Я быстренько приготовила им поесть. Потом они начали купаться, каждый по очереди. Ну и я их уложила спать. Когда они спят, они такие золотые, такие милые, такие хорошенькие. Просто хочется их так целовать, 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 обнимать, нюхать. Но вот когда они показывают свой характер, думаешь, куда же спрятаться? Все еще люди так смотрели в торговом центре. Хорошо, людей было мало. А то они всегда так смотрят осудительно. Бедная мама или какие-то такие дети. Наверное, про себя думают. Но как бы дети, они есть дети. Они не всегда могут быть в хорошем настроении. Так что я считаю, что это совершенно нормально. Главное, чтобы мама в этот момент была на дзене, спокойная, не кричала, не ругалась на них, на людях. Дома-то можно с ними поговорить, где-то отругать на людях, особенно в Корее. Я ни разу не видела, чтобы там мама истерически орала на детей. В России часто видела такую картину, когда и ругались, и даже матерились на детей, и мамочки. И люди, естественно, на это обращают внимание, смотрят, думают, что за вообще мать такая. Ну и вообще дети тоже на детей часто думают, что за невыносимый ребенок и так далее. У меня дети, они воспитаны. Ну, я имею в виду, Кирилл, да, он воспитанный. На людях он себя вести может. Как бы меня слушает. Ель пока еще маленький, он этого не понимает. С ним сложнее. Это еще я с Пузом за ним бегала по другому центру, когда он от меня убегал. И вот, мне почему-то кажется, что после того, как я рожу, когда у меня уже третий ребенок появится, мне станет легче, потому что как бы не будет такого груза спереди. Будет удобнее за детишками бегать, следить за ними. Один будет на руках или там в коляске младший. Самый Елька будет там за руку со мной идти. Либо же я хочу купить такую штучку для коляски. Ай-яй-яй-яй-яй. А пинается. А, больно. Иногда, ой-яй-яй-яй-яй. Иногда толщики такие сильные. До родов осталось два месяца. Ровно два месяца. Иногда пинается прям больно. Больно бывает. Но все равно я буду скучать по этому чувству, когда малыш внутри пинается после родов. Я скучала по животу. И когда Еля родила, я такая, а где мой животик? Дети, чувство толчков. Чувство, когда малыш внутри икает. Не описать словами, так прикольно. В общем, как вы поняли, мне нравится быть беременной. Но это будет последний ребенок. Мы хотели дочку, поэтому решились на третью беременность. Но, увы, не нас будет сынок. Мы с этим смирились уже давно. Но, как бы, на дочку мы не пойдем. Муж еще говорит, ну, лет через пять там. Я говорю, нет, 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 нет. Он-то работает, а я с детьми. И, как бы, когда я уже выйду из декрета, когда дети будут в садиксе ходить, вплоть до младшего, мне же тоже нужно будет выходить на работу. Я уже смотрю еще, чем же мне заняться. Разные варианты. Уже наперед думаю, чтобы потом точно, уверенно быть, чем я хочу заниматься. Потому что сейчас пока что мне хочется много всего. Либо же вообще ничего не хочется. Вот у меня такое состояние. Либо мне хочется горы свернуть, либо мне хочется просто лежать и ничего не делать, плевать в потолок. И думать, что я бездельница такая, что у меня вообще ничего не делаю, что от меня нет никакой пользы и так далее. Но это бывает, это гормоны. Думаю, после родов это пройдет, и я снова буду такая активная. Хотя и сейчас я активная. Посредине со вторым триместром. В общем, такие вот дела. Наболтала я уже намного. Прикреплю скрины с УЗИ, которые мне делали. Муж тоже посмотрел. Уже умилялся. Так. Я что вижу на каждом УЗИ, на огромном экране малыша. А он может посмотреть только по приложению. В Корее есть такая фишка. Когда ты становишься на учет, ты можешь скачать приложение, и каждое УЗИ, прям с самого первого УЗИ до последнего УЗИ будут записаны на видео. То есть мы можем потом пересматривать. Я вот прихожу после больницы, и когда муж приходит с работы, мы с ним каждый раз пересматриваем. Он умиляется. Я тоже умиляюсь. Хотя иногда я забываю, что уж такое там на УЗИ показывают. Так говорю, ну это, наверное, то-то. А это, наверное, то-то. Когда делали 3D УЗИ, было все четко понятно, где что находится. А вот когда черное-белое УЗИ, тогда не совсем понятно. Все. На этом я заканчиваю свой длинный монолог. Увидимся с вами в следующем видео. Всем пока.